Привет, народ! Вы на канале Стейнхаус. Перед нами находится химический источник света, он же ХИС сокращенно. Я их купил на одном из маркетплейсов, мне они обошлись где-то 330 рублей, по-моему. 5 штук, здесь разные цвета я взял. Что из себя представляет химический источник света? Вот таким образом они выглядят. Значит, вот такие пластиковые колбочки. Здесь есть крючочек, который можно куда-нибудь подвесить, например. И с этой стороны вот такая заглушка, оно все запаяно, ничего не открывается. В общем, внутри находится стеклянная колба. Вот ее, наверное, будет видно. В стеклянной колбе находится вот эта красная жидкость. Если перевернуть, она там ходит туда-сюда, эта колбочка вот такая. Раз, раз. Вот она видна отдельно такая, отдельно от внешней колбы пластиковой. И эта стеклянная колба находится вот в этой пластиковой колбе, в которой налит еще один компонент, еще одна жидкость. Запускается эта штука переламыванием, то есть ее нужно изогнуть посередине. Тогда стеклянная колбочка лопается, два вида жидкости смешиваются и начинается реакция. Нужно вот так поболтать хорошенько, чтобы реакция пошла лучше. Светятся разными цветами. У меня в заказе был еще синий цвет, а вместо синего мы видим здесь белый. Я так подозреваю, что когда мы ее активируем, она начнет светиться синим цветом. Вот, но эти цвета вроде бы должны быть такими же, как и здесь примерно. Ну, сейчас мы активируем все эти хисы. Постараюсь примерно заметить, сколько времени они будут светиться, будут периодически подходить и смотреть, как идет процесс. Давайте, знаете, как сделаем? Я возьму вот этот красный и желтый, оставлю его до вечера. Когда на улице стемнеет, активирую их вечером и поснимаю еще на улице. А эти три штуки я прямо сейчас активирую. Пойду в темное помещение, положу их и буду в течение дня подходить, смотреть в каком они состоянии, как светят. Ну, естественно, свечение в самом начале, оно будет самое яркое, со временем оно будет угасать, угасать, угасать. Так, ну вот сейчас здесь будем их активировать. Сейчас я дверь закрою, будет темно. Надеюсь, камера сможет передать это все. Так, ну а красный и желтый, как я уже сказал, я отложу на вечер. Начнем с красного. Так, хорошенько взболтываем. Ну, вот такое свечение началось. Вот так вот все это дело выглядит. Вот так вот свет и засветилось. Так, если положить примерно вот такое освещение. Давайте сейчас побольше света сделаю, чтобы было видно. Так, вот немного побольше света я сделал, чтобы было видно, как они переломываются. Так, еще одна. Раз. И взболтываем. Ну, вот в неактивированном виде он был белый, а теперь стал синий. Так, ну и вот такой салатовый. Раз. И засветился. Ну вот, я думаю, все заметили, что вот этот вот такой салатовый зеленый цвет, он светит намного сильнее, чем вот эти два. Даже если положить, какое свечение мощное и какое свечение вот у этих. Я давно заметил, что вот этот цвет, вот именно вот этот цвет, он дает самую лучшую яркость. Вот этот зеленоватый, такой кислотный. Вот. Но я думаю, здесь все и так видно, что вот это лучше всех светится. Мне вот интересно, вот этот желтый будет так же светиться, как зеленый. Например, цветатки по коже. Так, ну что ж, я оставляю их на целый день. Буду периодически подходить и смотреть, что здесь происходит. Так, сейчас время у нас. Ну, вот видите, мы можем немного подсветить, допустим, что-то прочитать. Стрелки у часов. Ну, сейчас время у нас 5 минут 12. 11 часов, 5 минут. Синим попробуем. Вот этот вот фиолетовый или розовый. Тоже особо ничего. Так, еще раз зеленый. Зеленый прям светит. Вот от этого реально есть какая-то польза, какой-то толк. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Так, ну вот сейчас я дверь закрыл. Стало потемнее. Не знаю, как эта камера передает. Ну, в общем, вот такое свечение. Ну, явно, да, явно зеленый. Вот даже вдвоем я их держу. Зеленый намного сильнее светит. Так, ну что ж, прошел час. Время 12 часов. Смотрим. Давайте проверим на стрелках у часов. Так, сейчас попаду в кадр. Ну, и вот так вот они освещаются. В принципе, что-то видно. Ну, эти также тускло светят. То есть, вокруг себя они ничего не освещают. Но сами по себе они заметны в темноте. Нет, ну, конечно, освещают, если в полной темноте немного что-то есть. Но очень тускло. Вот это вот зеленое работает лучше, намного лучше. Так, ну что ж, время у нас 13.10. Смотрим, что у нас происходит. Вот такое свечение. Так, ну, уже стрелки плохо видно. Сама палочка светится, но особо ничего не освещает. Нет, ну, есть, конечно. Камера, наверное, так не передаст, как вживую я вижу. Ну, что-то она освещает. Вот сейчас я опущу ее в темный угол. Что-то есть такое, чуть-чуть. Ну, эти две как были изначально. Вроде бы особо света не дают. Ну, светятся сами. Сами они заметны в темноте. Как такие маркеры. Ну, примерно я бы сказал, что зеленое уже сравнялось по-своему, по интенсивности свечения вот с этими. Ну, вот как-то так, рука у меня уже так не освещается, когда я держу в руке их, как в самом начале. Не, ну, если совсем в полной темноте, то что-то будет такое освещаться. Но камера это не передаст, к сожалению. Сейчас попробую добавить настроек. Ну, вот сейчас я в камере поменял немножко настройки и стало все-таки видно хорошо. Теперь наоборот кажется на камере, что они очень яркие. На самом деле они тускло светятся. Я даже не знаю, как это передать через камеру. Вот. Ну, получается, прошло 8 часов, и палочки еще яркие. Ну, то есть их видно в темноте в полной. Но свет они вокруг себя никакой не распространяют. А светить ими уже ничего не получится, даже рядом. Время около 9 вечера. Свечение продолжается. Такое тусклое, но оно есть. Ну, вот синий, красный видно, а зеленый, вот он слева, его не видно уже совсем. Вначале он светился ярче остальных, а в конце стал самый тусклый. Ну, вот в темноте видны только их силуэты. Особо они вокруг себя ничего не свечают. Ну, вообще-то, вот такое свечение сейчас у них происходит. Время по 8 утра, и палочки еще немного светятся. То есть в полной темноте силуэт этих палочек виден. Не знаю, будет ли это заметно на камеру, но вот что-то видно, да? Ну, вот так вот видно. Небольшое свечение есть. Если вот так вот оттень сделать. Ну, что самое удивительное, синий цвет виден лучше. Он более яркий такой. Зеленый он совсем уже, по-моему, очень тусклый. Его можно заменить только в полной темноте. Вот, ну, как-то так. В общем, вот такие палочки. Давайте запустим вот эти две оставшиеся палочки. Посмотрим, как они горят. Ладно, запускаем. О, отлично, прям красота. Отлично, отлично. Так, потрясем немного. Вот такая красота. Так, ну и вторая палочка. Что-то вторая не сгорается. Непонятно. Да, вторая палочка, похоже, бракованная. А, нет, она не бракованная. Она разгорается. Она совсем тускло светит. Вообще не видно. Ну, сейчас вот что-то начинает, да? Ну, вот это ее свечение немного получше становится. Ну, очень плохо все равно. Ну, уже получше чуть-чуть. Ну, не сравнится, конечно, вот с этой красной. В темноте, конечно, как маркер она будет видна. Но она светится так, как будто ей уже несколько часов. Как будто часов пять она пролежала. Может, разойдется еще. Ну, в общем, вот такие палочки. Красная прям мне нравится, такой свет. Давайте кинем в воду эти палочки. Посмотрим, тонут они или будут плавать сверху. Палочки не тонут. Одна стала как плывок. А вторая лежит горизонтально. Ну, вот я их кидаю, а они всплывают. Плавают, плавают и светятся. Вот, ну, что я еще замечал? Зимой я такие штуки покупал, запускал их. Ну, как мне показалось, это не точно. Но мне показалось, что на холоде процесс замедляется. И свечение немного похуже, чем летом в жару. Но на морозе они дольше светятся. Как-то так мне показалось. Может, просто другие палки были другой фирмы, не знаю. Возможно, просто от жары, от тепла процесс идет лучше, сильнее, чем на холоде. Давайте прицепим палочки на рюкзак. Посмотрим, как они будут в роли маркеров выступать. Вот так, отлично. Ну, вот, прицепил я их на рюкзак. И вот эта, которая слабо светится, ее в темноте все-таки видно. Как маркер можно использовать. Но особо она так вокруг себя свет не раздает. Так, сейчас одену и пройдусь немного. В общем, вот у меня в руках палочка. Отойду сейчас подальше. Так, вот я ее размахиваю. Не знаю, попадаю ли я в кадр. Вот, я держу ее в руках. Можно эти палочки использовать в качестве маркера. Особенно, если идет группа людей. Повесил друг на друга. И все, видно, уже в темноте не потеряешься. Ну, в общем, прикольная штука. Так, ну и вот желтая у меня в руках тоже. Вот они, две палочки. Ну, в общем-то, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, как обычно. Увидимся в новых видео.